Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире. Фраза из романа «Мастер и Маргарита» как нельзя более точно описывает выставку фотографа-художника Яны Булаш «Генетическая память». Вдохновившись историческими интерьерами музея-усадьбы Фрианова, некогда принадлежавшей родовитым дворянам Лазаревым, а также судьбами людей, некогда живших здесь, о нескольких семьях, кстати, например, семье Залогиных, известно немало. Яна, подключив фантазию и мастерство фотографа, воплотила, как она сама призналась, свою давнюю мечту – создала цикл работ в исторических интерьерах, не привязываясь к определенной эпохе. Выставка создавалась для того, чтобы люди смотрели на эти работы и взяли какую-нибудь книгу на самом деле, ездили в музей, смотрели, чтобы у них был какой-то образ, не просто посмотреть на интерьер того времени, а чтобы в голове предоставлялась какая-то картинка, какой-нибудь такой первый шаг для этого. Здесь, в таком узелах, я живу в Щелковском районе, я его не видела. Мы туда поехали, я познакомилась с Екатериной, которая согласилась участвовать. Она очень помогала, почему-то я по меня, потому что все мне не так, все мне не так. Она разрешала мне поскольку-поскольку брать какие-то вещи. Так, совместно с руководством усадьбы и при поддержке неравнодушных ценителей таланта у Яны Булаш появилась возможность из обычной фотографии создать настоящие живописные полотна, которые на протяжении всего сентября будут укражать зал ЩЕРХК. Затем выставку покажут еще в нескольких учреждениях, и там она заиграет новыми красками и, возможно, смыслами, которые в каждой работе зритель найдет сам. Это уникальная и впервые на нашей территории Щелковского района такая выставка. Очень ценно, что Яна проживает в Щелковском районе, она является нашей землячкой. Очень ценно, что все портреты, те, кто представился вот на этих работах, это тоже жители нашего района, они сегодня на этой выставке присутствуют. Очень здорово, что у нас есть такие таланты. Мы на протяжении всего месяца в район Дворец культуры будем приглашать коллективные группы ребят из образовательных учреждений, которые познакомятся и с автором, и с искусством. Ну и в данном случае, как говорится, лучше несколько раз увидеть, чем просто услышать. Все очень красиво, как настоящий портрет. Шикарно, очень понравилось, яркие работы. От Яночки, конечно, ничего другого мы не ожидали, но сегодня мы просто в диком восторге. Лилия Тимеева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».